Нурсултан Абишевич Назарбаев, обращаюсь к вам как гражданин Республики Казахстан, родившийся в Республике Казахстан, проживший практически всю свою жизнь в городе Алматы. Нурсултан Абишевич, вот сегодня по большому счету, ну образно говоря, я пришел с линии фронта войны, которую по большому счету Республика Казахстан проигрывает, проигрывает оппозиции, которую поддерживает, я более чем уверен, но у меня такая уверенность есть, иностранные государства, организации, которые заинтересованы в развале нашего государства, в хищении наших недр, в лишении нашей независимости, за которую мы так долго боролись. Я думаю, мне кажется, что ваше ближайшее окружение вводит вас за нас. Они не говорят вам ту опасность, которая сейчас образовалась в информационном пространстве. Я имею в виду интернет. И я имею в виду те огромные финансовые вливания иностранных компаний и государств в нашу оппозицию. И эти деньги тратятся на информационную войну, на информационную, знаете, на передовую. Взять тот же YouTube-канал Босе. Пожалуйста. Около 350 тысяч пользователей, подписчиков. Это во-первых. Каждый день практически они делают материал. И этот материал в течение недели собирает более 200 тысяч просмотров. Этот материал напрямую призывает нашу молодежь выйти на улицы. Призывает свержение власти. Но Шултан Абишевич, занимается ли как-то наши спецорганы, чтобы это предотвратить? Я вижу только одно. С 9 до 11 часов отключают YouTube, Facebook и Telegram. Все. А все остальное время эти организации, к примеру, Босе и, вполне вероятно, еще и АЗАТЭК, да, радио АЗАТЭК, приспокойненько работают и показывают и рассказывают, интерпретируя все факты и данные в угоду исключительно своим интересам. Работает ли как-нибудь, к примеру, тот же наш Акимат Алматинский? В противовес этим организациям? Нет. Абсолютно нет. Никак. Ну, Шултан Абишевич, я хочу донести до вас очень простую вещь. Я патриот, во-первых. Я вижу, как они работают. Потому что я туда хожу исключительно сам. Меня никто не просит. Сегодня я был на пресс-конференции госпожи Санавара Закировой, которая говорила, какая у нас плохая, допустим, система, как она плохо построена. Что, ну, Ратану можно, а вот нам нельзя. Что, как, допустим, плохо построено, что только проправительственное может развиваться, а вот наше народное развиваться не может. Также было там высказано, а вот вы видите здесь, в зале кого-нибудь проправительственные СМИ? Конечно же, нету. Я поднял руку. Я сказал, я. Я проправительственный. Я за Казахстан. Потому что за кого они, я более чем уверен, я знаю. Да, по телевизору, конечно же, все монополизировано. Монополизировано нашим государством. Наши все СМИ там монополизированы. Печатные издания также. Но кто смотрит сейчас телевизор? Кто сейчас читает газеты? Я хочу посмотреть на этих людей. Единицы. А телевизор смотрит исключительно Аташки и Апашки. А кто завтра выйдет на улице, подогреваемые этими лозунгами басе, этими ДВКшниками, этими облязовщиной сей? Кто выйдет? Конечно же, молодежь. А где сидит сейчас молодежь? У телевизоров? Нет. Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб. Вот где сидит молодежь. Их к телевизору не загонишь. Они его не смотрят. А в Инстаграме, ВКонтакте, в Ютубе мы проигрываем. Казахстан проигрывает полностью. Его полностью монополизировала оппозиция, проплаченная иностранными государствами, компаниями, которые заинтересованы только в одном. В развале нашего независимого Казахстана. Какая работа ведется государством? Опять же, повторюсь, только отключение с 9 до 11 этих ресурсов. Это во-первых. А во-вторых, закрывают оппозиционеров. И все. Но в наш век информационных технологий мы же можем это делать совершенно по-другому. Мы же можем с ними воевать. Мы же можем с ними, с этими интервентами иностранными воевать же на их оружие. И мы можем выиграть. Мы можем нашей молодежи рассказать, кто эти люди, чего они добиваются, какими методами они это пытаются сделать. Мы же можем это все им рассказать. Но государство наше, почему вы не поддерживаете, в частности, меня, как видеоблогера? Нету поддержки. Я хочу наоборот. Я стремлюсь к этому всему. Хочу показать истинное лицо оппозиции. Истинное лицо Облязова, которое своровал миллиард долларов и свалил, и призывает всех, нашу молодежь, выходите на улицы, выходите на улицы, а сам сидит где-то там, в Швейцарии или во Франции, или где он там затарился. Ему-то, конечно, хорошо оттуда орать. Алло, выходите. Вы что там любите в Казахстане? Но никакой работы в информационном пространстве, в частности, на Ютубе, в Инстаграме, не ведется. Молодежь не читает статьи в интернете, не читает эти заметки и посты. Она сейчас слушает, либо смотрит. А это Инстаграм и Ютуб. 1 марта я связался с управлением внутренней политики города Алматы, Акимата, с парнем по имени Ерлан. Фамилии у меня его нет. Я ему объяснил, кто я. Я ему объяснил, что я хочу сделать. Я ему сказал, что мне нужна хотя бы какая-то поддержка от вас. Я делаю свои выпуски на сотовый телефон, обрабатываю их на своем стареньком компьютере. А как там работают БАСЕ? Туда же вкладывают деньги нереальные. Итак, я 1 марта связался с этим парнем, который сотрудник управления внутренней политики Акимата города Алматы. И сказал, что я вот так и сяк, я хочу работать. Давайте работать. Он сказал, вот сейчас мой шеф приедет. Мы за, мы никогда не поддерживали вообще видеоблогеров. Но ваша идея хорошая, давайте вместе работать. 12 дней прошло. 12. Я до сих пор этого шефа, ихнего, не видел. Я несколько раз связывался с Ерланом. Говорил, ну давайте работать. За 12 дней БАСЕ выпустило как минимум 10 выпусков. И эти 10 выпусков собрали как минимум 2 миллиона просмотров. Ну, Жултан Абишевич. Потом я узнаю, я спрашиваю, а кто твой шеф? Он мне долго не говорил, Ерлан, кто его шеф. Потом я вышел в интернет, написал, это вот он. Он говорит, нет, не он. Моего шефа по имени Каумбаев Щегибек. Каумбаев Щегибек. Вот его шеф. Который, да, должен, казалось бы, заниматься внутренней политикой. В Алма-Ате, по крайней мере. Но, вот опять же, вот эта вот пресс-конференция. Сегодня я там сидел. Я был единственным видеоблогером, который вот реально от души, от того, что вот я за Казахстан. Я сказал, я про правительственные СМИ. Хотя нигде я таким не числюсь. А там были 100% и БАСЕ, там были 100%, там было и Азатых, и другие оппозиционно настроенные информационные агентства и порталы. Как с ними бороться? Как? Если со стороны государства никакие видеоблогеры ничего не делают. Также я сегодня узнаю, а кто там самый главный в этом, да, в Акимате управления внутренней политикой. Мне сказали Алденей Алибек Усенович. Не знаю, кто эти люди. Но вот 12 дней я не могу зайти к ним на прием. Не хочу, не могу узнать у них какой-то информации о тех или иных оппозиционерах. А рассказать людям. А вот это, знаете, вот он сейчас говорит так, а на самом деле кто он? Вот такой-то, вот такой-то. Дофига кому можно говорить. И тогда молодежь, слушая, сейчас слушая только БАСЕ, к примеру, естественно, она будет настроена агрессивно. Естественно, она выйдет. А где же другая сторона медали? А почему мы не можем, патриоты Казахстана, по-настоящему рассказать, что происходит? Потому что нас никто не поддерживает. Их поддерживает. Они уже продали все, что могли. Родину, совесть, душу. А мы? А мы не собираемся этого делать. И таких ребят очень много. И почему нас не поддерживает государство, казалось бы, которое очень заинтересовано в этом, большой-большой вопрос. Ну что ты, Анн Абишевич? Возможно, вот этих людей, которых я вам назвал, возможно, им уже и заплатили. Заплатили за их молчание. Заплатили за их пассивность. Заплатили за то, чтобы они не были активными, не проявляли инициативу, для того, чтобы, по крайней мере, ваш образ, ваш облик в социальных сетях очернить, чтобы они могли очернить, вот, допустим, БАСЕ и т.д. Чтобы не было никаких опровержений. А сейчас ведь ничего такого нет. Сейчас только их голос слышен в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке. Только их. А кто говорит правду настоящую? Кто показывает другую сторону? Вот, пожалуйста, Управление внутренней политики. Куимбаев Щегибек, начальник. Пожалуйста. Алдиней Алибек Усенович. Тоже я понял, как я понял, начальник. Что они там делают? Почему не работают? За что им платят? Что они там? Боятся потерять свои теплые кресла? Или что, они ждут смены власти и думают, что будет так же, как и с проститутками, таксистами и артистами, что проживут и при другой власти? Наверняка они думают об этом. Я предполагаю, может быть, я ошибаюсь. Но что там, Абишевич, сейчас ситуация такая, очень серьезная ситуация. Вот там, вот именно в социальных сетях, в Ютубе, в частности, мы проигрываем. Интервенты иностранные выигрывают, вкладывают деньги огромные в развитие этих каналов. И они показывают бешеные просмотры. Бешеные. Младежь их смотрит и верит им. Вот нацепляют они им тучу этой лапши, и они выходят на улицу. И это только цветочки. Если сейчас не работать с этим, не работать ихними методами, мы потеряем независимость. Не нужно никого закрывать. Не нужно отключать интернет. Пускай он работает. Просто дайте возможность блогерам показать, кто эти люди. Показать настоящую жизнь. Показать другую сторону медали. Как они делают. Дайте нам тоже это сделать. Я сейчас обращаюсь к вам, потому что в управлении внутренней политики от господина Куимбаева-Шегибека и от господина Алдиней-Алибеку Сеновича я этого не получил. Им плевать, получается, что происходит. Им плевать на всю эту ситуацию. Сегодня я был на пресс-конференции, я был один-единственный. Единственный проправительственный, и то я назвался им. Потому что все остальные были оппозиционеры. Пожалуйста, как к этому относиться? Как относиться к управлению внутренней политики Алматы? Как? Что они там делают? За что они свои деньги получают? Или они, наоборот, против вас? Я хочу, чтобы вы об этом задумались. Ну, что там, Абишевич? В этой битве, в этой войне против оппозиции, проплаченной интервентами, облязовщины и т.д. и т.п., я полностью на вашей стороне. И я считаю, что очень много ребят, молодых, которые могли бы вас тоже поддержать. Но, к сожалению, чиновники, по крайней мере, города Алматы, никак не идут, к вам навстречу, на султан Абишевич Назарбаев. Именно к вам, не к нам. Им плевать, мне так кажется. Возможно, я и ошибаюсь. Вот такой вот небольшой эмоциональный выпуск получился на султан Абишевич Назарбаев. Я надеюсь, что вы его увидите. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам, к словам патриота Республики Казахстан. Возможно, завтра, или, возможно, даже сегодня, ко мне начнут звонить комитетчики, может быть, акиматовцы, и т.д., и т.п., и угрожать мне, и заставлять меня убрать этот выпуск. Но, султан Абишевич, я хочу вам сказать, тот, кто ко мне позвонит, тот, кто угрозами будет заставлять меня удалить этот выпуск, это тот человек, кто против вас. я хочу, чтобы вы это понимали. Я хочу, чтобы вы это знали. Вы умный человек. На этом наш, мой выпуск подошел к концу. Не судите меня строго. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Ариведарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok